Первое для снайпера Незамеченным выйти на позицию Для этого нужно правильно ползать по-пластунски Ниже задницу, ниже Ниже, левая нога, винтовка, правая нога Скользить, скользить, а не карабка Кистью ременной антабки Ниже голову, быстрее, быстрее Убита Откляченная задница Отличная мишень для врага Ты что, не слышишь? Надо рука Теперь земле Старшина! И как с помощью этого вы собрались воевать? Че вы ржете? Я вижу здесь ни до кого не доходит Что немец взял Житомир, Ригу И вышел на Киев и Ленинград Мы верили, что война будет легкой И принесет нам быструю победу Но мы отступаем Понимаете? Отступаем! И несем огромные потери И завтра этими потерями будете вы И вы Все неуставные вещи сжечь Выполнять Шири шаги! Держаться подъем, понятно? Быстрее! Давай! Держи! Задница опустила! Задница опустила! Подтянулись, пошли! Подтянулись! Кр-г-г-м! Доложить об изменениях. Один камень исчез. Крест тоже исчез. Сто ксена сдвинут влево. На пять метров. Кочка перешла на место пня. Все? Камень сдвинут справа. На метр. Неплохо. Кругом! Неправильно. Переходим туда дальше. Вот правильная позиция. Убит. Интересно, но неэффективно. Тщательная маскировка, залог вызываний начали. Убит. Святыни с этой поляны. Товарищ майор, вы убиты. А когда уже стрелять-то начнем? Товарищ майор, вы убиты. Только нет. Специально. И еще ищем. Продолжение следует. Продолжение следует. Продолжение следует. Продолжение следует. Подлечен. Я. Все еще хочешь пострелять? Так точно. Уверена? Уверена. К бою! Товарищ майор, отойдите! Стреляй! Ты же снайпер, а не артиллерист! Девятка! Для начала неплохо. Первая пятерка на огневой рубеж к бою. Всем отстрелять двойной боекомплект. Здравия желаю. Мужиков забирай, девок не отдам. Там еще учиться и учиться. Мы еще стрелять не начинали. Патроны только подвезли. Они все после стрелковых курсов полгода там стреляли. Жалко. Мне моих тоже жалко. Меньше половины осталось. Слушай, кто тебя одна будет, побереги ее, она еще тебя перевоюет. Павличенко. Значит так, близко не подпускай. Увидишь офицера, сразу бей. Убил командира, считай, полуотряда положил. Патроны беречь. Вопрос. Уже в танки, товарищ капитан. Танк можно остановить двумя способами. Первый. Это закидать гранатами с близкого расстояния. Второй. Второй. Это в смотровую щель танка бронебойным патроном попасть два раза в одно и то же место. Треснет стекло. А третьим выстрелом убить механик. Понятно. Треснет стекло. Товарищ капитан, тогда эти бронебойные. Треснет стекло. Треснет стекло. Платков! Треснет стекло. Треснет не видят бронебойные Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok 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 Спир. Спир. За уничтоженный танк командующий 25-й Чапаевской дивизией генерал-майор Петров лично наградил полуавтоматической винтовкой СВТ красноармейца Павличенко. Отдельную роль в истреблении вражеских войск играет авиация. Рота Смирна! Боец Павличенко ЛМ. Выйдьте из строя. Есть! Вот как. Павличенко ЛМ. Михайловна, отец Михаил Юрьевич Павличенко воевал в гражданскую? Так точно. Вот молодец, Мишка. Ах, ну что ж, если что, обращайся прямо ко мне. Поздравляю, боец Павличенко. Спасибо, товарищ генерал. Вот, товарищи, это дочь моего боевого друга еще с гражданской. Хлопцы, берите пример с таких, как она. Давай скажи что-нибудь для бойцов. Клянусь, не жалеть тебя в борьбе с врагом и убить из этой винтовки сто фашистов. Вольно, политрук. Вольно! Макаров. Не приглядывай за ней. Она в отца пошла. Понял? Так точно понял. Новое оружие всегда надо подгонять под себе. Одинаковых винтовок нет. У каждой свой характер. Его надо понимать и относиться к оружию. Надо так же беречь, как к жене. Пас есть женатого, капитан? Нет, никого нет. Была жена. Я сначала боялся жениться. Вернулся после финской. Не мог поверить, что такая молодая и красивенькая любит. А в начале войны не сберег. Не успел. Маша! Маша! Люда! Маша! Наконец-то я тебя нашла. Откуда? Люд, как Маша? Вот ты Маша! Только должна рассказать. Будем теперь вместе воевать. Я, ты и Гришкина. Гришка? Кто такая Гришка? Как? Я всё забыла. Мой лёчек Гриша. Гриша мой! А этот твой? Будет мой. Товарищ капитан, записывайте ещё троих. Пишите акт, товарищ капитан, мы подтверждаем. Двоих она сразу, ну а третьего ждала. Мы даже поспорили. Немец закурил, думать не видно, она и стрельнула. Пришлось ползти. Вот. Ну, видишь, как курить-то вредно. Звери. Люд, вы приходите вечером к разбитке. Мы вас окружим теплотой и заботой. Нам и здесь тепло. Ну, мы всё равно ждём вас. Ну вот, Люда. У тебя медаль на мечеть. Товарищ капитан, у вас ночные попадания случались? Да всякое случалось. У нас. Помню, в финскую. Вышел на охоту. Смотрю, позиция интересная намечается. Если вот так вот прицелиться отсюда, то можно одним выстрелом сразу троих положить. Выхожу, жду. Бах! И получается. Ну, засчитали одного. И не поверили. В выстрел твои деньги. Троих? Пейся, убежи. Не пейся. Филипчук. Да. Мне Павличенко. Ушла направо. Смело почистила. Все. Смело почистил. Смело почистил. Смело почистил. Павличенко. Ко мне. Павличенко. Тебе кто разрешил покидать позиции? Может, в охоту поговорим? Павличенко. 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 вытащил у меня теперь 20 мне слушай 21 подой а у меня 73 фрица а могло быть больше макар помешал разрешите приземлиться здорово капитан чего сам подшиваешь сколько баб в подчинении попросил бы да люблю успокаиваю получен приказ начали подготовки к эвакуации войск в храм войска будут стягиваться в порт твоя задача прикрывать отход здесь здесь уходим за а что мы одессу то сдаем могли бы держать еще ну начальство видней я сам с одессы как подумаешь и фашисты у дюка кучковаться будут души воротят я вот так вот на батарею прищепи срежу да срежешь и этом держись бывай давай открывай тормозов нет а я молода девчина не буду я спать да а и и да да и и и за город который нас за город где я влюбился О, а горючее так кончилось? Так у меня есть Сейчас укину Разрешите Стой! А я давно хотел остаться с тобой наедине Зачем? Да хватит, не надо Я вас не люблю Взрослые люди Война, кругов смерть А завтра убить могут Больно Спасибо вам Но не надо так часто меня спасать Сказала бы сразу, что у тебя мужик есть А то... Я же говорила Прости Почему? Не обещал Кому? Сиди Давай помоги Это у тебя получится Не могу я Это из-за жены? Это из-за войны А если тебя убьют? Да вы трус, товарищ капитан Надо верить, что не убьют Возвучит Отвучит 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 Субтитры делал DimaTorzok 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 ДимаTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok ДимаTorzok 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 Аааааааааа! Я скоро вернусь! Вставай! Ты больше не солдат! Вставай! У тебя инвалидность! Ты больше не попадешь на фронт! Ты не понимаешь! В этих условиях я не могу тебя вылечить! Ну так лечи! Лечи давай! Тебя комиссую! Я врач, а не волшебник! Иван Ефимович! Здравствуй, Людмила! Рапорт о моем извлечении! Подпишите! Молодцом, что поправилась! Ну что, пойдем-ка со мной! Чаем угощу! Что с рукой-то? Нет, со мной! Давай-давай! Давай-давай! Внимание на проходе! Подожди пока здесь! Получим приказ вставки город не сдавать! Держаться любой ценой! А вот и генерал Петров! Он только что прибыл с дальних рубежей обороны! И, вероятно, у него есть замечание! Прошу, генерал! Дальний оборонительный рубеж сейчас проходит в 13 километрах от Севастополя! Таким образом, город становится уязвим для немецкой артиллерии! Оттеснить противника дальше от города мы не можем! Да даже если бы могли, линия обороны растянется! И удержать ее будет не в наших силах! Как защитить город? Один шрапнельный выстрел орудия линкоровского калибра поражает площадь шириной 250 метров и глубиной в километр! Только на одном линкоре Парижская коммуна 12 таких орудий! Их огонь мог бы подавить артиллерию противника! Но, как мне стало известно, согласно вашему приказу, почти все корабли отправлены на Кавказ! Считаю необходимым немедленно вернуть корабли обратно! Моя задача — сохранить флот! А в данных обстоятельствах... Наша общая задача — защитить Севастополь! Театр военных действий давно перешел на сушу! А ваше неумение или нежелание учиться воевать в полевых условиях приводит к массовой гибели моряков! Окапываться не хотят! Маскироваться, ползать не хотят! Форму сменить почему нельзя? Наша форма, наша гордость! Вот знакомьтесь, товарищ! Сержант Людмила Павличенко! Как говорится, Бог послал! Снайпер! А теперь скажи нам, в реальной боевой обстановке у кого больше шансов выжить? У меня, защитной гимнастерки, или у того, кто в черном кителе? Китель я убью в первую очередь! А вас, товарищ генерал, придется немного поискать! Вот так! Спасибо, Людмила! Диченко! Готовьте приказ о переобмундировании! Сан Сенович! Пора просто! Ну, если врачи дадут нам добро, воюли здоровы! Тяжелый есть? Осторожно! Тяжелый-й-ю, сон! Тяжелого! Тяжелый-надо! 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 Тяжелый-нажен! Тяжелого! Сколько у нас осталось свободных ходит? Борис Ефимович, Сидоренко, большая потеря крови, требуется ампутация правой и левой конечности. Давайте вы сразу на третий этаж в операционную. Хорошо. Жук, тяжелое поражение тканей печени. Жук? Направьте его в первый госпит. Вадим! Вадим! Где они? Где наши? А где? Смотри! Они там! Смотри! Быстро! Быстро! Люда! Как хорошо, что ты здесь! Я обещала Макару. Он очень хотел, чтобы настало твоей. Что поделаешь, война. Надо жить. Надо жить. Борис! Люда! Не надо на фронт подпиши. Ты не обижайся, пожалуйста, но... Мы еще не вылечили твою контузию. Можете ехать? Это будет убийством посылать тебя туда. Я этого себе позволить не могу. Макаров погиб. Ты слышишь? Прости. Стой, Боря. Ты что, не понимаешь, что вот с этим вот мне... Макаров. Спасибо, Боря. Я ваш новый командир. Пойдемте убивать фашистов! Моя машина дура! Ой. Эй, Людка. Людка, смотри. Чего я принесла? У нас спирт выменила. Угу. Итак. Опля! Опля! Так, вот это поменьше мне. Вот эти побольше тебе. Угу. Спасибо. Спасибо. Чего спасибо? Спасибо. Сейчас морозы начнутся. Мне по этим камням ползать, у тебя на них лежать. Нам с того еще рожать. Так, значит, мы... Давай в следующий раз вместе пойдем. Заодно и к Гришке. К Гришке зайдем, а то ему, конечно, очень там одиноко. После того, как Николай сбили. Прости. Ничего. А ты видела своего нового начальника? Красивый, а? Нет. Некрасивый ты? Не видела. А ты представляешь? Дед какой-нибудь. А молоденький так... Ой. А молоденький так обязательно приставать начнет. Капитан Леонид Киценко, ваш новый начальник. Прошу к столу. У нас сейчас будут особые задания. Диверсия в ТУ. Охота за вражеским снайпером. А на задание уже завтра пойдем? Да. А жетон из трупов? Разрешите сама все. Людмила, вы ешьте. Да. отставить уходим за мной стой стой кругом так нельзя мы же не фашисты какие-нибудь почему не дам не убить они не заслуживают легкой смерти не в них дело дело в тебе нельзя жить ради мести война это не только смерть это еще такая жизнь если не придумаешь раньше у тебя жить на войне я убьют пусть убьют это что я не хочу терять еще одного напарника вы двое вот ваши две точки очень опасная техника скажи кукушка дай мне быстро а снижать выселка что ли на лежать звездой звездой находит Солнце мое, взгляни на меня. Моя ладонь превратилась в кулак. Снимаю. Если есть порох, дай огня. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Научу, научу, не сейчас, пока так тренируйтесь Дима Торзок Дима Торзок Но мы решили, что вместе оно не страшно Мне все лучше Дима Торзок Надо любить Надо радоваться Би славенне мати Березовий пруд Щоби я не стояла Дима Торзок Леня Я сына хочу Но ты же сам не говорил Что война это такая жизнь Дима Торзок Дима Торзок Субтитры сделал DimaTorzok Дима Торзок До свидания Люди Люди Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok 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 не ради меня не ради себя ради лёня киценко Субтитры подогнал «Симон» «Симон» Симон 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 Симон